Привет всем! Не буду вас называть подписчиками, буду вас называть корифанчиками, просто подписчики это какое-то непонятное слово такое. Сейчас будем обзор делать на эту книжку, на старую книжку, которую написал Андрей Князь. Ну вы все знаете, что Андрей Князь это вокалист группы Король и Шут, и сейчас у него новый проект называется Князь, я посмотрю что такое в ней. Вот его рисунки, клево да он рисует? А он оформлитель до альбомов своих, там футболки делал, вообще прикольно. Ну все естественно я не буду пока, потому что вам надоест смотреть, так выборочно вам покажу. Вот их логотип группы. А ну могу вам даже тут одну песню исполнить, кого-то потерял. С головы сорвал ветер мой колпак, я хотел быть с ней, но вышло все не так. Знаю я, ничего в жизни не вернуть, и теперь у меня один лишь только путь, разбежавшись прыгнуть со скалы. Вот я был и вот меня не стало, и когда об этом вдруг узнаешь ты, тогда поймешь, кого ты потеряла. Быть таким, как все, с детства не умел, видимо такой в жизни мой удел. А она, да что она, вечно мне лгала, и меня никогда понять бы не смогла. Гордо скину плачь, даль напротив взор, может быть она ждет, вряд ли это вздор. И издав дикий крик, камнем бросив вниз, это мой последний и особенный сюрприз. Знаешь, я давно хотел тебе сказать, что так тебя люблю аж на словах не передать. Мне каждой ночью видится любимый силуэт, но как глаза откроют, то его уже и нет. В твоих глазах влекут, как море, я без тебя умру от горя, стал ты моей судьбою, ты уйдешь, не будь мне покоя. И он написал эту песню в 1996 году, называется «Любовь негодяй». Не «Любовь негодяй», это альбом, по-моему. Что-то еще у них есть. Ну, он это, он рассерокопил свою книжку, то есть, короче, свою тетрадку, там где наброски делал, вообще прикольно. Я, кстати, не пожалел, что это. Кстати, вы можете приобрести в «Читай город». Вон, прикольно. Мне, кстати, понравилось. Вон, горшок. Как некоторые любят говорить, что говнарь. Ну, для меня вы не говнарь, это ваше дело. Можете написать внутри, то есть, внизу, короче, это, как говорят, и кто, по вашему мнению, это горшок, говнарь или реальный панк. Можете даже патчи поднять вверх, если реальный. Можете опустить мисс, что-то плохой. Так, что тут еще у нас есть. Вот. Картинка. А, кстати, короче, давайте я вам сюрприз прочитаю. Письмо князю горшку. Когда князь в армии был, в одном, короче, написал. Вот, короче. Карикатурчики. Привет, Миша. Свист 05-07. Это он в седьмом году был в армии. Как у тебя дела? У меня все ништяк. Здоровье прекрасное. Люблю кашлять. Полгода за спиной ласковых стал. Пить не пью, да и не желаю. О сексе стараюсь не думать. Но импотентом не стану. Рисую картины, сочиняю песни. Спасибо за письмо. Не знаю, как выглядят. Спасибо, наверное, так. Привет Шуре Балуну. Привет Поручику. Привет Диме Рябченко. Привет Дане. Привет Грише. Привет Димке Васильеву. Привет Мишке Ломоносову. Привет Шурику. Привет Мостоку. Привет Рыжинчику. Вот он. Так, что-то дальше. Прослышал о ваших приключениях и приключился на другую программу. Студия это хорошо, а Америка это вообще чудо. А может это просто временный энтузиазм, вызванный некоторым подъемом творческой деятельности. Мишка, протяжно и лукаво, вспомни себе, что такое Америка, затрону такую тему в двух словах. Однажды ночью, в очень темном переулке, я шел на ощупь, прижимался к стене. Мне было очень тяжело и очень жутко, во мраке всяком фигня казалась мне. Я в темноту глядел, дрожа и волновался, вдруг что-то мокрое скользнуло по щеке, и в тишине тот час же голос мой раздался. Я так кричал, что стекла бились далеки, и я подумал, что бежать необходимо, но за спиной оказалась стена. Отвисло челюсть у меня, лишь я увидел, что рожа светит перед носом у меня. Когда наутро мое тело выносили, я лишь глядел, а разговаривать не мог. Те, что несли меня, у доктора спросили, куда его начальник, в дурку или в морг? С усмешкой злобной надо мной склонилась рожа, знакомой больно показалась мне она. Да я узнал ее, узнал ее, о боже, лишь мог сказать, зубы прошептя, я сатана. И говорил он мне, гримящим жутким басом, надеюсь, ты еще, приятель, будешь жить. В той подворотне я торгую ночью страхом, ты испугался, значит, должен заплатить. Тогда сейчас читаем. Затейсь там, сука! На Шуриной свадьбе скажет Тос и от моего имени. Тос такой, Шура, выпей. Мишка, пиши разборчивый. Мишка пишет, это Мишка горшок. Так, царство небесное. Ну, судя по письму, все в порядке, и это хорошо. А вот я мутируюсь, растет вторая голова. Конечно, значит, это несерьезно, но для меня это уже, естественно, растет и растет. Скоро буду просить выдать мне вторую кепку. Мои дела тоже не стоят на месте, но они пока же подлежат огласке. Незаконченное дело требует молчания. Буду ждать ответа и новостей пока, князь. Причем, под словом, пиши разборчивый, автор имел в виду почек. Вот оно, письмо. Ну, вообще, я этой книге ставлю пять. А вот еще. Ночь. Темно. Я один есть сигареты. Крысы скребутся. Вокруг висят мои картины. Некоторые страшные, чешется вторая голова. Хорошо. Вон, и кнопку спать пора. Ну, вот. Такой вот обзорчик. Вон, еще рисую. Понравилось? Жми класс, подписывайся. Еще будут там книги. Да. Удачи вам во всем. Мои хорошие друзья. Не буду вас называть подписчиками. Вы просто друзья. Вы такие же, как я. Люблю вас с удачей. С вами был успешный Сережа. Никому, никому. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Курас唱